В Шадринском драматическом театре состоялась последняя в этом театральном сезоне премьера. 119-й театральный сезон завершился мистической комедией «Неугомонный дух». История одного спиритического сеанса с неожиданными последствиями воплотилась на сцене благодаря режиссеру Юрию Фараджулаеву. Этот заслуженный деятель искусств хорошо знаком истинным театралам. С его именем неразрывно связана история одного из самых известных областных учреждений культуры. Как он рассказывал Шадринфо ранее, он 10 лет отдал Шадринскому драматическому театру с 1977 по 1987 год. Потом уехал в Ижевск, где продолжил работу в этой сфере, возглавлял театр. То же самое затем было в Сарапуле. Если говорить о сотрудничестве с Шадринским театром, то это были 10 лет творческой, напряженной и интересной работы, отметил Юрий Фараджулаев. За это десятилетие Юрий Насирович совместно с художником-постановщиком Юрием Юдиным поставил около 45 спектаклей, среди которых «Дракон», «Закон вечности» и «Две стрелы». Спектакль «Неугомонный дух» представил зрителям весьма нестандартную ситуацию, в которой нанятый экстрасенс случайно, во время спиритического сеанса, вызывает дух бывшей спутницы жизни хозяина дома, который в это время живет со своей новой супругой. И как жить в доме, где две жены, из которых одна привидение – неистащимая на выдумки, обаятельная, да к тому же ревнивая? Ответ на этот вопрос зрители узнали в театре. Списка пьес, которые мне предлагали, она мне понравилась больше всего своей лаконичностью, собранностью, фабулой, самой темой необычной. Спиритический сеанс, появляется умершая жена первая, и в доме начинается катавасия. Вот замысловатый такой сюжет, понравилась пьеса, и я ее решил ставить. Режиссер рассказывает, что пьеса – это английская, и юмор внеанглийский очень тонкий, поэтому не всегда чувствуется зрителем и актерами. Тем не менее, он надеется, что удалось раскрыть все, что было задумано, и что спектакль был хорошо принят зрителями. Режиссер в этот раз работал с новыми актерами. Как он говорит, из всех задействованных артистов ему знакомы только Валерий Мазур и Любовь Строганова. Тем не менее, с поставленной задачей справились все. Сам жанр постановки – мистическая комедия Юрию Насировичу близок. Меня мистика вообще давно интересует. Если бы вы следили за афишей лет 20 назад, я здесь был главным, то вы заметили бы, что очень много мистики я ставил, мистические. Притчевость, мистика – это все театрально очень. Мистика здесь же не серьезная мистика, а спиритический сеанс в шутливой форме проводится. Все это шутками, а в итоге о серьезных вещах говорим. О ревности, о любви, о взаимоотношениях между людьми. Второй премьерный день совпал с закрытием театрального сезона. На нем чествовали самых преданных зрителей, которые не пропускали буквально ни одного спектакля, а их в сезоне может быть порядка 20. Они доказали, что любовь к театральному искусству абсолютно не зависит от возраста. Я думаю, на будущий год он придет в начале сезона и выйдет из зала в конце. Никитка, а вот почему ты так, ну, любишь ходить в театр? Я когда пришел в театр, я смотрел сказки, спектакли, и мне очень понравилось. И меня собрал театр. Вы поняли? Вот взял театр в свои руки. Мне не нравится ходить в театр. Ну, молодец. Нам хотелось бы поблагодарить вас, зрителей, за то, что в течение этого сезона вы регулярно приходили к нам в гости, награждали актеров аплодисментами, и сегодняшние аплодисменты подтверждения вашей любви к нам. А если бы вы знали, как мы вас любим... Поздравил деятелей театра депутат областной думы Валерий Порубов. Он вновь подчеркнул, что рад тому, что в нашем городе есть такой театр, и пожелал актерам хорошо отдохнуть, чтобы в следующем сезоне продолжить радовать зрителей. Поблагодарила их и заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Торохова. И до свидания, 119-й. Мы ждем тебя, 120-й. На сцену после показа спектакля «Неугомонный дух» вышли все актеры, которые радовали зрителей своим мастерством в этом театральном сезоне. В этом году в театр пришли сразу три молодые актрисы, которые уже успели завоевать симпатию шадринцев. Это Вероника Дмитренко, Юлия Гребенюк и Ксения Веремьева. Для них устроили настоящее посвящение. Самые опытные коллеги повязали им на шею пионерские галстуки, а девушки произнесли традиционную клятву. Итак, клятва пионера. Во славу Мельпомены, предпубликой почтенной, торжественно клянемся любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Станиславский, как учит русская театральная школа. И в этом мы торжественно, тройкратно клянемся, клянемся, клянемся. Шадринские артисты не останавливаются на достигнутом и постоянно занимаются самосовершенствованием. Актер учреждения культуры Сергей Суворов в этом году с золотой медалью закончил Театральную академию в Екатеринбурге. Были также подведены итоги зрительского голосования на приз зрительских симпатий. Его в этом сезоне получил молодой начинающий актер Дмитрий Беляев. Итак, театр начинает подготовку к своему юбилейному 120-му сезону. В нем для зрителей будет подготовлено множество сюрпризов. Основные торжества по плану пройдут в марте. Продолжение следует...